В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Это программа «Город. Новости по Выборгске» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Сегодня православные отмечают великий праздник – Крещение Господнем. Его второе название – Богоявление. Поскольку, согласно Евангелию, именно в этот день во время обряда на реке Иордан на Иисуса Христа сошел Святой Дух в виде голубя. Накануне в крещенский сочельник в храмах состоялись торжественные богослужения, а вечером был произведен чин великого освящения воды. Сюжет Людмилы Перминовой. О священии воды в Спасо-Преображенском соборе Выборга в крещенский сочельник началось еще утром, а вечером после праздничного богослужения состоялся крестный ход. Священнослужители и верующие прошли от храма городской лодочной станции. На ледовом покрытии Выборгского залива была сделана прорубь, оборудовано место для окунания в воду. То, как она обретает удивительные свойства, не бортится годами, исцеляет душу и тело, многие считают настоящим чудом. Священник молится о том, чтобы на воду была неспослана Божья благодать, а затем благословляет ее и трижды погружает крест в воду. Сразу после освещения воды под перезвон колоколов, который был слышен даже на берегу, верующие устремились к Иордане. Крещенская прорубь называется так в память о реке, в водах которой был крещен Спаситель. Погружение проходило под присмотром спасателей. На берегу стояли автобусы компании «Транслайн», в которых можно было переодеться и согреться. Функции организаторов крещенских купаний на себя взяли Выборгская епархия и общественная организация «Спортивный клуб «Фаворит». Было сделано все для того, чтобы окунание в прорубь происходило безопасно. Спасатели и полицейские и сегодня продолжали дежурство, а люди неиссякаемым потоком шли к Иордане. Замечательно себя чувствую, великолепная благодать Божья, почему рада очень. Отлично. Бодрость, здоровье. Самое главное – преодолеть себя. Если боишься, надо спокойно реагировать на то, что прохладно. Главное – желание. Отличное настроение, вода свежая, приятная. Множество верующих накануне вечером собралось и в поселке Советском. По окончании праздничного богослужения здесь также состоялся крестный ход. Чин великого освящения воды прошел на территории местного пляжа. На берегу были установлены палатки для переодевания. Работали спасатели и полицейские. На лед Финского залива выпускали ограниченное число человек в целях безопасности, ведь погода стоит отнюдь не крещенская. После того, как настоятель храма поселка Советский Павел Штанько осветил воду, люди начали совершать погружение и умывать детей. Священнослужители говорят, главное, чтобы верующие помнили – окунувшись или испив святой воды, человек не очищается от грехов. Не нужно путать этот обряд с таинством исповеди. Однако такая христианская традиция некоторым помогает укрепиться в вере в Бога. Я окунулся, вроде бы и полегче стало, где-то и сердце слегло. А тут еще родственники пришли, у родственников попросил прощения и примирился. Вот такое купание, оно очень хорошо и полезно для того, чтобы все больше и больше разгребсти в сердце от грехов и дать место Богу. Сотрудники оперативных служб дежурили у Иордани в поселке Советский до трех часов ночи. По приблизительным подсчетам, за это время в воду окунулись около ста человек. Я первый раз в воду за всю свою жизнь, но я чувствую себя, ну не знаю, как будто заново родилась. Бодрость дает, не болеешь в течение года, как бы я сам вообще редко болею. А кроме болезней, духовно что чувствуете? Духовно? Ну, свобода. Внутри что-то происходит в тот момент, когда окунуетесь? Ну, чувствую очищение. Чуть-чуть прохладно. И ноги заедели, надеюсь, все. А внутри на душе как? Внутри как будто летаю. Погружение в воду верующие совершали и сегодня. Все желающие могут набрать ее в храмах Выборгского района и завтра, к примеру, в Спасо-Преображенском соборе до шести часов вечера. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Андрей Неробов, Медиагруппа «НашГород». Проверки транспортных компаний продолжаются в Выборгском районе. В частности, районная администрация детально изучает ситуацию с пассажирскими перевозками между Светогорском и Выборгом. Проверяются лицензионные требования, техническое состояние автопарка, наличие билетов и других параметров, соблюдение которых отражается на стоимости проезда и качестве обслуживания. Идет проверка обоснованности затрат. При этом пресс-служба администрации отмечает, что обслуживание маршрута Выборг-Светогорск осуществляется по итогам открытого конкурса. Любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющий намерение осуществлять регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, вправе обратиться в адрес районной администрации с соответствующим заявлением. Отметим, в настоящее время проверяются и другие перевозчики. 640 тысяч рублей принесла областному бюджету деятельность регионального комитета Госжилнадзора в декабре 2016. За месяц жилищные инспекторы провели более 650 проверок по обращениям жителей и юридических лиц. Обследовано 144 многоквартирных дома. Вынесено 34 постановления о наложении штрафных санкций. За нарушение жилищного законодательства с нерадивых исполнителей взыскано 640 тысяч рублей. В ходе проверки обращений жителей в Комитет Государственного жилищного надзора и контроля установлено, что за декабрь управляющие компанией Ленобласти выполнили ремонтные работы в 41 доме. Были отремонтированы подъезды, фасады, системы теплоснабжения и водоотведения, кровля. Три лифта в Выборге не были запущены в минувшем декабре из-за нерасторопности подрядной организации. Речь идет о подъемных механизмах в доме номер 11 на улице Садовой, на Приморской 15 и в 8 доме на улице Северной. Договор на капитальный ремонт лифтов областной фонд капремонта заключил с московской фирмой Элевейтинг. Она должна была завершить работы к 5 декабря 2016 года, но в срок не уложилась. В связи с этим в районной администрации состоялось совещание. В нем приняли участие представители фонда капремонта, дирекции единого заказчика Ленинградской области, осуществляющей контроль над исполнением обязательств и качеством работ, а также руководителей фирмы Элевейтинг. Они назвали новые сроки введения лифтов в эксплуатацию. 19 января, это Приморская 15, нам твердо обещали запустить. И до конца этого месяца, до конца января, обещали запустить остальное лифтово оборудованное в эксплуатацию. Связана задержка с тем, что, ну по их словам, что их подвели подрядчики. Потому что, я так понимаю, неквалифицированные рабочие исполняли эти работы. Но проверка, которую мы проводили, показала, что необходимо дорабатывать оборудование, необходимо устранять недостатки многочисленные, которые были выявлены в ходе проверки. И в связи с этим был отложен прием оборудования уже инженерным центром на послеперативное время. Гарантия на капитальный ремонт в Ленинградской области составляет 5 лет. Если в течение этого времени оборудование выйдет из строя, подрядчик будет обязан отремонтировать его или заменить. Но насколько быстро это может произойти, учитывая, что фирма находится в Москве, прогнозировать никто не берется. По словам Игоря Демкина, мелкие поломки, лифт-ремонт готов устранять. В случае более серьезных неисправностей, оборудование нужно будет отправлять в столицу. Повлиять на ситуацию местные власти не могут, поскольку замена лифтов на Садовой 11, Приморской 15 и Северной 8 происходит по заказу областного фонда капитального ремонта. Насколько я владею информацией, договор подписан еще на 32 объекта по замене лифтового оборудования. С этой же компанией, опять же, фонд капитального ремонта заключил еще один договор. Как он будет исполняться, в какие сроки, я пока сказать не могу. Но, тем не менее, представитель компании «Эреветинг» приезжал в город Выборг. Они непосредственно участвовали в подготовке проектной документации. И должны предоставить эту проектную документацию непосредственно в фонд капитального ремонта для принятия окончательного решения. Срок исполнения договора, насколько я знаю, 6 месяцев. Если фирма «Эреветинг» исполнит обязательства по новому контракту в срок, 32 современных лифта появятся в Выборге до начала лета этого года. Тело шестилетнего ребенка, пропавшего в Гатчинском районе в городе Комунаре, нашли водолазы. Напомним, 7 января мальчик вышел гулять во двор с собакой и не вернулся. Следственными органами рассматривались различные версии произошедшего. По одной из них произошел несчастный случай вблизи реки Ижоры, поскольку очевидцы видели, как ребенок гулял вдоль берега. Для поисков были привлечены водолазы Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства обороны России, а также волонтеры. Сегодня следователями-криминалистами с помощью квадрокоптера в реке было обнаружено тело мальчика. Назначена судебно-медицинская экспертиза для подтверждения его личности и точной причины смерти. Сотрудники Выборгского отдела ГИБДД разыскивают виновника ДТП, а полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего на улице Кривоносова в Выборге. Речь идет об одном и том же случае, имевшем место в половине первой ночи 18 января. Как рассказали нам в госавтоинспекции, иномарка с петербургскими номерами въехала в дерево. По неподтвержденной информации, она чуть не сбила нескольких человек, стоявших на тротуаре. Как сообщали в соцсетях очевидцы, пешеходы вытащили водителей из машины, избили, а затем все вместе сели в автомобиль и уехали. При этом попутно автомобиль врезался еще и в столб и скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД оформили случившееся как ДТП, объявив иномарку в розыск. Полицейские проводят проверку. Автомобильная авария с пострадавшими произошла накануне вечером на Скандинавии. Все случилось в 6 часов у поворота на поселок Гаврилово. Микроавтобус «Фиат» под управлением 28-летнего мужчины совершил наезд на грузовик «Мерседес» с полуприцепом, водитель которого намеревался повернуть налево. В итоге пострадал водитель «Фиата» и его 27-летняя пассажирка. Гражданка Украины осуждена в Выборге за покушение на незаконное пересечение государственной границы России. Как сообщили нам в городской прокуратуре, 10 сентября минувшего года украинка пешком отправилась в Финляндию. В путешествие ее сопровождал гражданин Латвии. В районе поселка Лужайка парочку задержали пограничники. Оказалось, что у иностранцев нет документов на право выезда из России. До вынесения приговора Выборгского суда они находились под стражей. В итоге суд, признав их виновными, назначил наказание в виде штрафа – женщине в размере 30 тысяч рублей, мужчине – 25 тысяч. Зарплата руководящего состава государственных и муниципальных организаций будет зависеть от зарплаты других сотрудников. Среднемесячная зарплата начальников, их заместителей, а также главных бухгалтеров с учетом всех дополнительных прибылей не должна превышать десятикратную зарплату рядовых работников. Как сообщили нам в Выборгской прокуратуре, соответствующие изменения, внесенные в российское законодательство, вступили в силу 1 января текущего года. Должны быть разработаны нормативно-правовые акты, регулирующие порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной платы в сети интернет, на соответствующих сайтах госорганов, фондов, учреждений и предприятий. Вместе с тем могут быть установлены перечни организаций, на которые не будут распространяться указанные предельные уровни. Несоблюдение предельного уровня соотношения зарплат может стать основанием для расторжения трудового договора с руководителем организации. Отметим, госкорпорации ограничений не коснется, так как они занимаются коммерческой деятельностью. Традиция служения детству и книге. В медиазале обновленной библиотеки на улице Пионерской, 4, состоялось первое интерактивное занятие юных гимназистов. Перед началом урока любознательных среди классников приветствовал президент общественной организации по развитию спорта фаворит Александр Петров. Он также преподнес в дар библиотеки несколько изданий, в том числе книгу, рассказывающую об истории этого здания. Наталья Березовская расскажет подробнее. Любить и уважать книгу юных гимназистов начинают учить сразу после первого прозвеневшего для них звонка на урок. И поэтому с библиотеками у них складывается прочная взаимная дружба. Третьи классники Выборгской гимназии стали первыми гостями нового медиазала, который появился в библиотеке на Пионерской, 4, после грандиозного ремонта. Перед началом интерактивного урока школьников приветствовал президент общественной организации фаворит Александр Петров. Он поблагодарил ребят за желание читать. Книги живее электроники, они живее. Очень здорово читать, когда одеялом накрылся с фонариком. Ко дню рождения Александр Петров подготовил для библиотеки подарок. И это были, конечно же, книги. Те, которые выпустила автономная некоммерческая организация «Фаворит Выборг», занимающаяся в том числе и издательской деятельностью. Одна из книг об истории того самого здания, в котором находится библиотека. Именно по этой книге мы, работая над интерьерным решением, пытались воссоздать те акценты, которые посылают нас к началу позапрошлого века. Вы, наверное, заходя в библиотеку, заметили прекрасные маркизные шторы. Когда мы их повесили, мы сами удивились, как они облагородили помещение, насколько оно торжественное и красивое стало. Идея с маркизными шторами – это не наша. Мы просто увидели на фотографии, которая как раз в этой книге, что «Пионерская 4» имеет как раз маркизные шторы. Далее, если мы будем листать книгу и сопоставлять ее с теми элементами, которые привнесены в библиотеку, то мы увидим, что присутствуют круглые столы. В библиотеке тоже присутствует круглый стол. Присутствуют венские стулья. И мы постарались привнести в библиотеку венские стулья. Это полукруглое кресло, полукруглое кресло для читателей. Меня все спрашивают, кто работал над проектом. Ну, получается, сама история, я думаю, что это первый том. А второй том начинается с сегодняшнего дня. И писателями, сотворцами этого второго тома являются все мы. Ну, а в медиазале в это время полным ходом шло увлекательное занятие. Школьники вспоминали, во что играли и как были одеты в раннем детстве. Родители и учителя вспоминали свои детские годы. Сотрудники библиотеки рассказывали об увлечениях наших предков. Это был первый, но далеко не последний урок. Мы работаем и с выставочным центром «Эрмитаж-Выборг», и с библиотекой «Алвара-Алта», и с Крэвическим музеем, и с парком «Мандрепо». И у нас есть программа «Музейное образование», когда мы выезжаем в Санкт-Петербург в музеи и театры. Но городской ресурс интеллектуальный, мы только сами видим и начинаем осознавать, что близко, и мы практически мало что об этом знаем. И вот то, что город обновил интерьеры библиотеки на Пионерской, это, конечно же, станет таким условием, просто сначала любопытства, а потом вообще просто, наверное, тут поселиться. Детям вот уже нравится, безусловно. А сотрудники библиотеки ждут в гости новых друзей, и маленьких, и больших. Наталья Березовская, Андрей Неровов, медиагруппа «Наш город». Первая экспозиция в новом музее «Диорами прорыв» откроется в этом году, 9 мая. Об этом объявил губернатор Александр Дрозденко в ходе торжественно-траурной церемонии, посвященной 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Межрегиональная акция на рубеже бессмертия прошла 18 января в Кировском районе. В новом музее, построенном рядом с действующей диорамой «Прорыв блокады Ленинграда», с помощью современных технологий будет показана история ленинградской битвы. Глава региона заверил, что первая экспозиция в нем откроется ко Дню Победы, а полностью музейное пространство примет посетителей 18 января 2018 года. Еще 50 предпринимателей Ленобласти получили дипломы курсов повышения квалификации. Все они участники программы «Бизнес-акселерация». Она проходит при финансовой поддержке областного правительства. В 2016 году на проведение бизнес-тренингов было выделено 11 млн. рублей. Бизнес-акселерация работает для предпринимателей региона второй год. Ее выпускниками стали уже больше 120 человек. Обучение прошли представители 15 районов Ленобласти. Среди них производители хлебобулочных изделий, напитков, сыров, мебели, запчастей для автомобилей. Более 10% участников заняты в сельском хозяйстве. Официальный курс валют на 20 января, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 63,18 рубля, доллар 59,35 рубля. Результат матча между хоккейными командами «Фаворит» и «Волхов» пересмотрен. Напомним, встреча в рамках областного первенства по хоккею состоялась в минувшую субботу на ледовом поле стадиона «Авангард». Она завершилась со счетом 5-2 в пользу сборной «Волхова». Однако, как нам рассказали организаторы соревнований, хоккейный клуб «Фаворит» подал протест на результат матча в связи с выступлением за команду соперника, не заявленного игрока. Протест был удовлетворен. «Волхову» засчитано техническое поражение со счетом 0,5. Наш выпуск на этом завершен. Увидеть эту программу еще раз можно на телеканале «Матч ТВ» сегодня вечером в 23.00 и завтра в 7 часов утра, а также на ТНТ в 8 и в 14 часов. И не забывайте заходить на сайт выборг.тв, а также в группу «Выборг ТВ» в социальных сетях. Там можно увидеть то, что осталось за рамками эфира. А я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Всего доброго.